Поступить в ВУЗ, не выходя из дома, в МГТУ в самом разгаре приемная кампания. В отличие от предыдущих лет, проходит она в онлайн-формате. Причиной такой вынужденной меры стала ситуация, связанная с угрозой коронавируса. Что необходимо знать выпускникам при поступлении в университет? О правилах, минимальных баллах и сроках подачи документов расскажем в нашем следующем сюжете. Холл приемной комиссии сегодня пустует. Из-за угрозы коронавируса двери для посетителей закрыты. Все вопросы принимают по телефону, в группах социальных сетей, на сайте и по электронной почте ВУЗа. Специально для этого в стенах университета создали колл-центр. Семь дней в неделю с восьми утра и до восьми часов вечера операторы отвечают на звонки и сообщения. Обращения поступают из разных уголков страны. Звонят больше родителей, на самом деле, поскольку сейчас поколение, которым удобнее написать, получить текстовое сообщение. В топе вопросов, безусловно, можно ли уже подавать документы, каким образом организован прием документов в дистанционном формате. Ну и еще в топе вопросов, конечно же, это наличие бюджетных мест, стоимость обучения. Вот эти вопросы наиболее сейчас актуальны. Вопросов у обе туриентов накопилось много, ведь за последние 20 лет приемная кампания в онлайн формате проходит впервые. Впрочем, выпускницу Полину Левченко это не пугает. Говорит, даже удобно. Хорошую практику получила за последние два месяца. Будущую студентку волнует другой вопрос. Как будут проходить дополнительные вступительные экзамены? Они ей нужны по нескольким специальностям, которые она выбрала. Если я пойду на журналистику, мне понадобится написать сочинение. Вот онлайн будет сочинение только, я смотрела. А если я буду поступать в Шкаке, там творческий конкурс. Там нужно будет стихотворение, сценку, песню спеть. Вот это я не знаю, как будет проходить. Связь, качество может подвести, тебя могут не так понять, и это тяжело. По словам представителей вуза, творческие испытания будут проходить дистанционно. С помощью информационных технологий в назначенный день и час. У поступающего будет камера, у поступающего будет микрофон. Будет отведено время. Начало наших экзаменов – это 9.00 по местному времени. Наш экзаменатор также будет следить за поступающим через интернет-ресурсы, через камеру. Соответственно, поступающий будет рисовать. Ну а дальше путем фотографирования, либо сканирования, что ему позволит, предоставлять рисунок на электронную почту экзаменатора. Дистанционно принимают необходимые для поступления документы. Для этого достаточно зайти на сайт МГТУ в личный кабинет поступающего. А вот оригиналы и результаты медицинской комиссии подавать не нужно. Они пока не понадобятся. Их студенту надо будет предоставить в течение учебного года. Зато потребуется заявление о согласии на зачислении. Его надо будет оставить здесь же, в личном кабинете. Сроки окончания приемной кампании остаются открыты, а не зависят от даты публикования официальных результатов ЕГЭ. Вот от этой даты официального обнародования результатов ЕГЭ мы будем отсчитывать уже финиш нашей приемной кампании. То есть мы добавляем 9 дней для тех, кто планирует к нам поступать и по результатам ЕГЭ, и еще будет сдавать творческие вступительные испытания. И для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, мы еще добавляем 23 дня календарных, для того, чтобы ребенок, выпускник школы смог подать документы в ВУЗы Российской Федерации. В этом году будет больше бюджетных мест, в том числе на экономических и гуманитарных направлениях. Всего же на бесплатное обучение ВУЗ готов принять чуть больше 2000 человек. Чтобы стать студентом МГТУ, важно набрать необходимое количество баллов. Как минимум 40 по русскому языку, 44 по обществознанию, 39 по математике. Еще больше информации о приемной кампании можно узнать по телефону, в социальных сетях, а также на официальном сайте ВУЗа. Ольга Сухоплева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Компания ТВИН.